Всем привет! Сегодня я готовлю безумно вкусное, очень полезное, ароматное варенье из шелковицы. Эта потрясающе вкусная ягода сохраняет свои полезные свойства и после термообработки. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, варенье послужит сладким лекарством при простудных заболеваниях зимой. Готовиться варенье совершенно не сложно. Подготовленные ягоды пересыпаем сахаром из расчёта 1 кг ягод и 1 кг сахара. Если ягоды кислые, можно взять сахара больше. Хочу напомнить, что при работе с ягодами обязательно нужно пользоваться перчатками, так как сок их очень въедается в кожу и его тяжело отмыть. Пересыпанные ягоды оставляем на 5-7 часов настояться или на ночь. Ягоды пустили сок, теперь ставим на тихий огонь, чтобы ягоды постепенно прогрелись и сахар растопился. После закипания провариваем на тихом огне в течение 40 минут, периодически помешивая варенье, чтобы ягоды не пригорели. Я варю в двух тазах. В этом тазу у меня добавлены лепестки роз, которые остались после приготовления сиропа из лепестков роз. Ссылка, как приготовить такой сироп, внизу под видео. А в этом тазу у меня просто варенье из шелковицы. Варенье готово. Разливаем его в банки, предварительно простерилизованные. Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Утепляем и оставляем до полного остывания. Варенье готово. Вот такое густое, красивое варенье получилось. Зимой оно прекрасно подойдет для приготовления любых кулинарных изделий. Ягоды вполне украсят торт или пирожное. Варенье подойдет и как начинка для пирогов и пирожков, или круассанов. Также оно подойдет и для приготовления оригинальных порционных десертов в вазочках. Готовьте с удовольствием. Радуйте себя и своих близких. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч! Пока-пока!